Центральная площадь до сих пор не готова, но уже возникает масса вопросов. Первые морозы обнажили проблемы. Например, на этой скользкой дорожке очень легко упасть. Примечательно то, что весь периметр покрыт брусчаткой, но кое-где строители положили такой травмоопасный материал. Как объяснили в администрации, это не проблема, а задумка проектировщиков. Скользкий материал – это шлифованный гранит, выбранный специально для дизайна. Дворники будут своевременно подметать дорожки, чтобы жители обращали внимание и были осторожны. А вот что касается даты сдачи объекта, ее переносили уже не единожды. В последний раз срок продлили до 1 ноября, но на дворе уже третье число, а работы до сих пор не завершены. Это, естественно, вызывает недоверие и замешательство у жителей. Я всегда думала, что его не сдадут. А почему? Потому что веры, наверное, нет. Ну, изначально нравилось, а сейчас уже что-то, говорю, что недоверие какое-то. Ну, я думаю, что это очень плохо относится к работе. Это их начальство так. Как бы они должны же по табелю положенные сроки сдать объекты, они не успевают. Скоро морозы настанут, а им еще делать, у них только начальная стадия работы. Местной мэрии пояснили, основные работы должны завершить уже на этой неделе. А в задержке виноваты подрядчики, которые непосредственно занимаются реконструкцией памятника. Именно из-за них за последние две недели строители практически ничего не сделали, так как на площади работала тяжелая техника, монтирующая стелу. Собственно, сдача объекта запланирована на следующую неделю. Но памятник и сухой фонтан брать в расчет не будут. Рабочая комиссия у нас уже прошла. Замечания, которые нашли, мы уже подрядчику предъявили. Они вот на этой неделе это все будут устранять. Те замечания, которые рабочая комиссия определила. А комиссия, куда входит общественность, я думаю, что сразу после праздников пойдем принимать. Работу над облицовкой памятника, скорее всего, продолжат в каком-то специально утепленном месте, так как на улице установились отрицательные температуры и реконструкция на свежем воздухе негативно скажется на качестве. Но отремонтируют ли стелу хотя бы к Новому году, пока сказать сложно. Что касается сухого фонтана, напомним, пусконаладочные работы произведут только весной 2022 года. Так что оценить преображение центральной площади в ближайшее время жители точно не смогут.